В шахтерском городке Новогродовка в бедственном положении оказалось около 400 семей. В основном это бывшие сотрудники старой государственной шахты. Пенсионеры и инвалиды лишились права на получение бесплатного угля, а газа и центрального отопления в городе нет. Историю продолжит Юлия Меншакирова. Я в своем веку легкого труда не забыла. Джеймлю копала, уголь выбирала. Анастасия Федоровой, 91 год, тяжелой работы, тасечка. Так с любовью ее называют, дети и внуки никогда не боялась. Она родоначальница целой шахтерской династии. В Новогродовке их десятки. Мама с папой с 50-х годов на второй шахте строили, начинали строить. В 79-м году я туда прошла. В 90-х годах наши дети пошли работать. Денис. До сих пор в городе нет центрального отопления и газа. Печки в домах и многоэтажках. Поэтому без угля здесь не выжить. Ранее горняки государственных шахт в стадии реструктуризации получали топливо на зиму бесплатно. Но законодательство изменилось. Стоимость угля решили компенсировать деньгами. В результате третий год у таких, как Анастасия Ульяновна, ни топливо, ни выплат. Теперь оставили вот таких людей, оставили на произвол судьбы. Ну вот кто им поможет сейчас, вот в данный момент. Тонна угля в среднем стоит 1300 гривен. На зиму многодетной семье Козловых нужно минимум три. Сестрички Саша, Лиза и младшая Аделина часто болеют. Ну что, будешь учиться? Да. Я твою коту. И ты и хочешь? Ага. Купить угля Антонине не на что. Декретных и небольшой подработки едва хватает, чтобы прокормить детей. Мама! Посадку дрова рубить у нас не было. Мама! Мама! В какие только инстанции не обращались за помощью новогродовцы, везде получали отказ. Отчаявшись, написали коллективное письмо Ринату Ахметову. Когда это письмо прочитал Ринат Ахметов, он принял незамедлительное решение помочь своим землякам. Это проблема жизни и выживания людей, стариков, детей, регрессников, шахтеров в холодную зиму. Штаб поддержал не только пенсионеров шахты Новогродовская 2-я. Уголь отличный. Горит очень хорошо. Чистый, без породы, чистейший. И большое спасибо Ринату Ахметову за то, что он уделяет внимание, не забывает за людей. И за его помощь огромное спасибо. Помощь земляка получили малообеспеченные многодетные семьи. Ринат Ахметов, просто он очень добрый, и сердце у него есть. Вот и все, большое сердце. На сегодняшний день уже 200 семей Новогродовки с углем. До конца месяца штаб Ахметова доставит более тысячи тонн черного золота всем получателям. Юлия Меншакирова, Александр Шмырев, Владимир Конопля. События. Канал Украина.